Здравствуйте! С вами снова канал Школа Таро Альвеген. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на животном Таро на такую тему. Хочет ли к вам сегодня вернуться? Загаданный человек, ну не вернуться сегодня, да? А есть ли у него в данный момент желание вернуться к вам в отношения? Есть ли у него желание вернуться к вам в отношения? У нас с вами будет 6 позиций по одной карте. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идет не на месяцы вперед. Сейчас идет запись на 7 декабря. Поэтому спешите, пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте. Также в Директ и Инстаграм я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика, сканирование целителями. Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой Инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Итак, перед вами 6 позиций по одной карте. Хочет ли в данный момент вернуться к вам в отношения? Загаданный человек. Есть ли у него такое желание к вам вернуться? И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию. Вышла карта Королева Мечей. Скорее всего, сейчас в ваших отношениях присутствует соперница. Либо какая-то женщина встревает в ваши отношения и вносит раздор. Это может быть и сплетница, это может быть и какая-нибудь женщина, которая вашим мужчиной интересуется, как-то вбивает палки в колеса, вставляет. Сейчас посмотрю пояснение к этой карте. Видите, двоечка мечей выходит в выбор у человека. И сила. Держит она его. Вы знаете, тут вмешивается кто-то однозначно. Кто-то влияет. И в любом случае человек находится в состоянии выбора. Причем там тоже очень сильная сторона. И поэтому пока что карты желания вернуться не показали. Они показали, что вмешивается женщина, вмешивается человек. Еще что тут хочу сказать, то что по карте Королева Мечей у человека больше ум работает, логика, чем чувство. Он не дает своим чувствам вырываться на свободу. Их контролирует, прикрывает. Так что вот такие пока ответы у карт. Посмотрите потом в будущем. На сегодняшний момент я бы сказала, что нет. Вот такая позиция номер один. Вторая позиция. Хочет ли вернуться в ваши отношения загаданный человек? Отшельник. Эта карта тоже говорит о том, что нет. Человек одиночка. Человек не хочет. Он хочет побыть один. Он хочет разобраться в себе. Он хочет, может быть, как-то отдалиться от вас, чтобы понять, насколько он чувствует что-то к вам. Но также карта иногда показывает закоренелого холостяка, который не способен строить отношения. Давайте посмотрим пояснение. Вы знаете, тут полная отстранённость. Человек желает освободиться от чувств к вам, от зависимости от вас, может быть, от какой-то. Желает быть отдельно от вас. Я думаю, что нужно уважать его желание в этой ситуации, потому что, может быть, знаете, как новую жизнь хочет начать. Это иногда бывает шансом даже на будущее, если честно, потому что иногда люди становятся чужими, а потом снова родными, когда пересматривают через какой-то более длительный период. Так что, ну, тут неутешительная вторая позиция, конечно. Я бы сказала, что нет, не хочет. Позиция номер три. Хочет ли он вернуться в ваши отношения? Башня. Ну что ж, прям сегодня одни негативные арканы падают. Башня говорит о разрушении, о том, что, возможно, ваше расставание было тяжёлым или была слишком сильная вспышка ссоры. И человек пока в очень таких… Если прошлые две позиции человек уже довольно успокоился, то эта позиция говорит о буре эмоций, о том, что у него внутри бушует ураган, то, что он испытывает сильный кризис без вас и то, что на него что-то очень сильно влияет, что произошло между вами. И этот человек, он может даже, знаете, как рвать и метать, быть разъярённым, ревнивым, злым. Тут ещё, видите, влияет королева жезлов. Вот вы это или не вы, неизвестно, да? Но если вы не знак огня, то это точно не вы. Какая-то женщина влияет на то, что случилось, как-то разрушает ваши отношения. Карта Суд ещё выпала, что так судьбой предрасположено, что предопределено, что вы расстались. И если это вы королева жезлов, то получается в ваших руках есть что-то восстановить в этих отношениях и вернуть эти отношения своими усилиями. Но ситуация кармическая. Такая вот третья позиция. Позиция номер четыре. Да, человек очень хочет вас вернуть. У скупков он вас любит и хочет быть с вами в любом случае по четвёртой позиции, хочет вернуться к вам в ваши отношения, хочет быть с вами, строить любовь, строить семью, чувства через край. Здесь весь комплекс любовных чувств, страсти, платоническая любовь, в то же время ревности. Вот всё вместе. Человек готов с вами общаться, строить отношения, возвращаться и быть вместе длительное время. Вы ему нужны, это факт. Вот такая позиция номер четыре. Позиция номер пять. Хочет ли вернуться в ваши отношения загаданный человек? Четвёрка мечей. Нет, вы знаете, пока что человек как будто бы потерпел какое-то поражение, может быть считает, что вас потерял и находится в некотором отдалении, ушёл в себя, разбирается в чём-то. Но больше как отходит от обиды, если честно. Вот четвёрка мечей, она такая карта. Больше похоже, когда обидели человека, а сейчас ему более спокойно, но он отходит от обиды, но ещё она, конечно же, оставляет след на нём, на этом человеке. Видите, он девятка Пентакли, карта правосудия. И сверху королева кубков. Если вы не знака воды, то в будущем этот человек, вот разобравшись в себе, отдалившись от вас, он побудет один и потом найдёт себе женщину другую, королеву кубков. Если же вы женщина знака воды, то он поразбирается в себе, побудет один, успокоится, у него придёт равновесие внутреннее какое-то, и он к вам вернётся. Вот такая вот позиция номер пять. Позиция номер шесть. Хочет ли он вернуться в ваши отношения? Желает ли? Императрица вышла карта. Ну, вы знаете, вы для него получается довольно важный человек, важная женщина в его жизни. И человек, скорее всего, хочет вернуться в ваши отношения. Карта очень положительная на самом-то деле. Но, видите, когда я пояснение даю, повешенные десятка жезлов, показывает, что это может и ваша соперница быть, или мать партнёра. кто-то, кто влияет на эту ситуацию, то есть перекрывает вас каким-то образом, может быть, даже магически. Но если всё-таки вот вы видите, что вы для него очень важный человек, важная женщина в его жизни, то это вы. Но тогда сейчас для этого нет возможности, а вернуться он всё равно хочет. И вернётся в будущем. Просто не в данный момент. Какие-то препятствия есть. Пусть даже не в виде женщины, но другие тогда какие-то препятствия. Видите, повешенные, выпало десятка жезлов. Человеку трудно, человеку тяжело, он на себе тянет какую-то ношу, какие-то обязательства. Вот такие у нас были шесть позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока!